МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В парке «Березовая роща» высадили 25 кедров. В экологической акции поучаствовали волонтеры и местные жители. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новосибирские педагоги накануне профессионального праздника принимают поздравления. День учителя в городе отмечает 8,5 тысяч преподавателей. В этом году педагогический состав пополнили 340 выпускников новосибирских вузов. И у них уже есть профессиональные достижения. Какие, расскажет Александра Медведенко. 11 лучших из 18 тысяч работников образования Новосибирска получают награды из рук мэра. Есть и те, кто недавно начал учить детей, но их успехи незаметные на уровне города. Победы учеников на Олимпиадах, личные заслуги и креативность в работе. Сегодня нет готовых советов. Мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем, каких нужно подготовить специалистов. Мы не знаем до конца, какие компетенции нужно вложить в ребенка. Поэтому учитель, он должен быть мобильным. Он должен действительно очень хорошо ориентироваться в той ситуации, которая происходит в нашем обществе. Изменения в стране, в мире и в целом в нашей жизни. Молодых педагогов в системе образования в этом году стало значительно больше. 300 выпускников вузов и колледжей пришли учить и воспитывать детей. В Новосибирске их поддерживают как морально, так и финансово. Прибавка к зарплате в первый месяц работы, оплата аренды жилья и компенсация проезда. А на уровне федерации разрабатывают кодекс педагога. Сегодня разработывается документ об этике педагога, чтобы снять все вопросы именно в части отношения к учителю, как он может в соцсетях размещать или не может размещать в соцсетях. То есть это чисто защитная функция, и именно повышая имиджа. Чтобы не учитель был виноват, как сегодня во многих случаях берут. Не всегда учитель виноват. Постоянные городские и федеральные конкурсы стимулируют педагогов к профессиональному развитию. Мы благодарны вам за достижения наших детей, за надежды на будущее, за то, что Новосибирск стал научной, интеллектуальной столицей страны. Спасибо вам за воспитание умных, активных, достойных жителей нашего города. Своим коллегам, ну и прежде всего, особенно молодым учителям, я пожелал бы гордо пронести через всю жизнь звание учителя, чтобы быть такими же яркими представителями нашей профессии, как и присутствующие сегодня в зале ветераны. Ветераны профессии отмечают, учить детей непросто, но результат этого нелегкого труда сложно переоценить. Александра Медведенко, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Воды по щеколотку, кипяток из теплотрассы затопил подвал многоэтажки в Зайльцовском районе. Подключение отопления обернулось потопом для дома номер 1, дропе 1 по улице Кауновской. Из-за этого гаснет свет на цокольном этаже, в комнатах сырость. Как энергетики устраняют проблему, увидел Александр Сульдин. Там берите камушки, потому что воду кидать, чтобы вам хотя бы света нет, и было слышно всплеск. Там все затоплено. Ирина Кузьмина – председатель совета дома. В подвал советуют идти осторожнее. Здесь очень жарко и влажно. Камера постоянно запотевает. Свет включен, но загорается только иногда, поэтому приходится пользоваться карманными фонариками. Я иду по деревянному мостку, который существует здесь уже более шести лет. Значит, подвал превращается в горячее озеро регулярно и уже довольно давно. Обнаружили, когда пришли включать отопление. Воды было больше намного, потому что она трое суток стоит и все равно не уходит. Уже, видно, впиталось и некуда. Потопы здесь действительно регулярны. Последний, прошедший зимой. Тогда даже бруски над полом подвала не помогали. Вода поднялась на полтора метра. Тогда порвалась труба на входе в дом. Чтобы при повторении инцидента подвал оставался сухим, укрепили стену. Не помогло. Мы делаем герметизацию ввода вводных труб. А вам нужно делать герметизацию стены дома снаружи. А почему так получилось? Потому что акта нет. Акта нет. Причины. Это мы с управляющей компанией. Мы просто подрядная организация. Мы свою работу сделали на пятую. В энергокомпании рассказали. О проблеме знают. Оперативно приступили к ее устранению. Сделают все, чтобы не допустить порывов в будущем. Произвели уже ремонт, замену трубопровода. В течение недели также планируем заменить остальные трубопроводы, потому что находятся в неудовлетворительном состоянии. И к концу следующей недели планируем произвести обратную засыпку и благоустройство. Также энергетики советуют, если при подобном подтоплении пострадало имущество жильцов или дома, обращаться к страховщикам. Гражданская ответственность генерирующей компании застрахована. Пострадавшим должны возместить ущерб. Александр Сурдин, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. В офисе регионального оператора по обращению с мусором наплыв посетителей. Перерасчет за услуги хотят сделать те, кто летом и в начале осени жил на даче. Куда обращаться и какие документы нужны, выяснила Вероника Иванова. Александра Ивановна с мужем лето провели на даче. Услугами по вывозу мусора в городе не пользовались. Платили за это в садовом обществе. Решили сделать перерасчет. Для этого взяли у председателя товарищества, подтверждающую справку. Позвонила в экологию Новосибирск. Кое-как с 25-го раза мне ответили. И сказали, что принести нужно справку с дачного общества. Больше ничего? Ничего. Приходит муж с паспортом, со своим, со справочкой, с заявлением, где я четко указала адрес прописки, лицевой счет, все. Ему объявляют, дайте нам выписку из домовой книги. Вот у меня возникает вопрос. Для чего? Кроме номера лицевого счета, справки из дачного общества и паспорта, действительно может потребоваться еще и выписка из общей домовой книги. Дело в том, что сотрудники офиса в своей программе видят лишь число проживающих в квартире. Без пофамильного списка. Ведь жить на даче может один человек, а пользоваться услугой вывоза мусора в квартире кто-то еще. Если ранее выписка из домовой предоставлялась региональному оператору, то дополнительно она не нужна. В том случае, если выписка не предоставляется, для того, чтобы удостовериться, что каждый из граждан поименованный в выписке и указанный в справке, которая предоставлена председателем дачного общества, то есть, чтобы идентифицировать этих граждан, выписку необходимо подтвердить. Иначе перерассчитают будущую оплату услуг только тому, на кого оформлен договор. Период, когда можно обращаться за перерасчетом, при этом не ограничивают. Сегодня несколько сотен человек приходят в офис компании ежедневно. Также есть те, которые уезжали в командировку или отдыхали где-то. Также производим перерасчеты. Сейчас у нас ожидается пиковая, потому что все дачники возвращаются, собрали урожай и приехали со справочками. Поэтому я думаю, что на середину октября будет намного больше народу. Тем, кто был в отъезде, тоже необходимы подтверждающие документы. Билеты, командировочные удостоверения, справки с места учебы или лечения. Полный перечень на сайте регионального оператора. Там же размещенный бланк заявления. Его можно отправить в электронном виде, приложив все необходимые документы. Перерасчет тогда сделают автоматически. Можно заполнить заявление и в офисе компании на Советской 5. В планах рекоператора стать ближе потребителям и открыть отделение в Первомайском районе и на Левом берегу. Вероника Иванова, Евгений Макаров и Денис Савинский. Новосибирские новости. 25 кедров высадили новосибирцы на территории парка «Березовая роща». Саженцы привезли из Томской области. Они легко приживаются в нашем климите. Эк-акцию поддержали местные жители. Репортаж Анны Буяновой. За большую лопату Марита Рожнова сегодня взялась впервые. В парке «Березовая роща» копает лунки. Вместе с мамой и братом высаживает деревья. Я пошла помогать садить деревья, чтобы воздух был хороший. А какие деревья ты сегодня будешь садить? Хвойные. Садят в «Березовые рощи» кедры. 25 штук. Их в Новосибирск привезли из северной части Томской области. В роли озеленителей сегодня волонтеры. Перед началом работы для них проводят инструктаж, как правильно высаживать деревья. Так как у них корневая система поверхностная, сильно глубоких ям получается не нужно. Но все равно нужно выкопать так, чтобы грунт был мягкий в яме. Поставить прямо кедр, сделать лучше всего сколышком, чтобы когда будет сильный ветер, дерево не прижимало к земле. И хорошо здесь с кедрами, самое главное, хорошо утрамбовать землю после посадки. Сегодняшняя посадка кедров – часть программы обновления зеленых насаждений. Парк, хоть и называется «Березовая роща», и «Белоствольный» в нем действительно основной вид. Но разнообразие растительности здесь богатое. Весной мы посадили 200 берез. Они радуют, растут, все принялись. И это не просто слова, потому что посетители, каждый из посетителей и жителей района наблюдает за каждым деревом, посаженным на территории. Высажены липы, 50 сиреней посажено, 25 кедров. Буквально в те выходные было посажено еще 100 дубов на территории парка. Еще один плюс кедра – через 30 лет на нем появятся шишки с орехами – лакомство для местных белок. Анна Буянова и Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Новосибирск – город дружбы. Сегодня Ассоциация национально-культурных автономий и содружества отметила свое 25-летие. Поскольку мы друг с другом поддерживаем отношения, откровенные отношения, несмотря на международные разногласия, мы собираемся, обсуждаем вопросы, как бы не застерять свое внимание на эти факты, что мы живем в другом государстве, в другом градусе, чтобы это государство создало для нас условия, чтобы мы развивались, сохраняя свою самовытость. Сейчас Содружество – это 29 национальных автономий и более 5000 человек. В этом году членами Ассоциации стали монгольская и алтайская автономии. Основная цель Содружества – сохранение культур и традиций, формирование добрососедства и интеграция приезжих из других стран в жизнь Новосибирска. Члены Ассоциации стремятся без конфликтов решать проблемы внутри и между национальными организациями. В ближайших планах построить в Новосибирске дом дружбы для проведения национальных праздников. Вокзал Новосибирск-Главный на время превратился в театральные подмостки. Необычный спектакль «Звериные истории» по пьесе американского драматурга показали прямо в зале ожидания. Мы сегодня попробовали представить эту театральную постановку на площадке нашего вокзала. Для нашей компании это новый опыт, потому что этого у нас еще не было. Мы расширяем границы для наших пассажиров. И это новый опыт для наших актеров. Это, наверное, непривычная совсем для них сцена. Такой своеобразный эксперимент. Надеемся, что он у нас удастся. И мы порадуем наших пассажиров и гостей нашего вокзала. Спектакль показывает накануне Международного дня «Защиты животных». Это 11 историй главный герой «Звери и птицы». В каждой затрагивают важные вопросы о взаимоотношениях и мечтах. По словам актеров, в театральной студии «Про театр» подобный формат выступления в новинку. Нестандартная площадка помогает получить новый опыт и порадовать зрителей, которые случайно оказались на спектакле. Мюзикл «Сюа Золушки» Московского театра впервые покинул столицу, чтобы предстать перед новосибирским зрителем. Спектакль отмечен «Золотой маской» за лучшую женскую роль и номинирован еще в шести категориях. Чтобы действо состоялось, приехали почти 100 работников театра, привезли и установили светодиодный экран. Экран не самое страшное в нашей жизни. В нашей жизни самое страшное – это декорации, которые специально для этого фестиваля, для этого театра адаптировали и сделали немного другие, проще в перевозке. Чтобы мы могли не в семи еврофурах их везти, а уже в меньшем количестве. Сегодня и завтра мюзикл «Сюа Золушки» новосибирцы смогут увидеть в музыкальном театре. Зрители ждет новая версия сказки под музыку, написанную Раймондом Паусом, с юмором, политическими аллюзиями и нешаблонными персонажами. При этом в спектакле немало лирики и есть над чем подумать. По замыслу авторов музыкальное представление будет интересно зрителям всех поколений. Сюжет лихо закручен до такой степени, что даже в зале иногда раздается такой выдох удивления, что как, подождите, да? И, конечно, хотелось бы, чтобы новосибирцы это увидели, порадовались вместе с нами, потому что мы очень любим этот спектакль. Мастера рукопашного боя соревнуются в Новосибирске. В городе стартовал турнир в память о Герое России Юрии Климове. За победу сражаются сотрудники правоохранительных органов. Уровень спортсменов высокий, есть мастера спорта и призеры российских соревнований. За поединками наблюдал Михаил Якимов. Александр Акчин успешно совмещает службу в Росгвардии и тренировки по рукопашному бою. Кубок памяти Героя России Юрия Климова – хорошая возможность проверить свои умения и отработать приемы, которые могут пригодиться не только на борцовском ковре, но и в работе. Александр эту возможность использует. Уверенно побеждает в первом поединке. Соперник, да, хороший. Немножко, да, было тяжело. Но мы над этим работали. Как вы видите, результат. Времени нам дают, чтобы заниматься. Ну вот. И работаем, и тренируемся. Рукопашный бой напоминает боевое самбо. Поединки длятся 5 минут. Набор приемов похож. Главная особенность – динамика. В захвате стоя или в партере борьба длится 5 секунд. Не успел провести прием или нокаутировать соперника – судья вернет в стойку. На мемориале Климова дают возможность проявить себя всем участникам, независимо от их уровня подготовки. Чтобы встречались бойцы одинакового уровня, чтобы там не попался новичок, допустим, с мастером спорта, и сразу там вылетел в первом же кругу. Делаем, чтобы все побились достойно. В Новосибирской области рукопашный бой популярен. В турнире участвуют 10 команд. Более 100 спортсменов. Эти соревнования – еще и способ увековечить память о герое России Юрии Климове. Он погиб в 2000 году в бою с террористами в Чеченской республике. Нужен был командир, который знал военное дело. Мог взаимодействовать с воинскими частями. Я попросил, говорю, съезди, потому что некому было ехать. Один был, тоже только с командировки вернулся, руководитель. Он говорит, ну, раз надо, родина требует, то поеду. Но, к сожалению, не вернулся. Он погиб в бою, так будто РМС. Завтра, в субботу, в финальных поединках встретятся уже самые сильные рукопашники Новосибирской области. Посмотреть на их схватки можно будет в спорткомплексе «Электрон» с 10 утра до 4 вечера. Михаил Якимов, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. А на сайте nsknews.info читайте о том, как пройти перепись населения онлайн. На этом все. Хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин